Искали всем миром, но, к сожалению, чуда не произошло. Сегодня утром обнаружены тела 11-летней Ксении и 6-летнего Павла Пряткиных, таинственным образом пропавших без вести 16 июня. Напомню, к поиску детей были подключены волонтеры, полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС и аварийно-спасательного формирования. В 7 часов утра тела детей обнаружили сотрудники ОМОН и волонтеры, решившие еще раз пройтись по выбранному накануне маршруту. С места события Мадина Каракетова. После трех дней поисков детей нашли, вернее, нашли их тела. Нашли примерно в трех километров от дома, от фермы, где проживает семья Пряткиных, в небольшой речушке, канальчик, который снабжает пруды, которые находятся неподалеку. Место отцеплено, работают криминалисты. Возможно, чуть позже мы сможем получить какие-нибудь комментарии, узнать более подробную информацию. Тела детей обнаружила поисковая группа, состоящая из сотрудников ОМОН и волонтеров, среди которых был и житель Черкеска Мурат Куданетов. Сегодня мы прибыли сюда на место около шести часов утра, начали поиски. А первую зацепку мы нашли в семь часов пятьдесят минут. Это были тапочки, как потом уже стало ясно, тапочки этой девочки. Мы показали это сестре. После того, как сестра подтвердила то, что это является тапочком ее сестры, мы сразу же обратно прибыли сюда, на это же место, ожидали сотрудников всех органов. И пока мы ожидали, мы первым делом также обнаружили в метрах, полутора метрах от этого места, где мы обнаружили первый тапочек, вторую пару, то есть пару. И потом уже, подойдя ближе к берегу, мой товарищ присмотрелся и обнаружил тела. Обнаружили мы их вместе, да, в одном месте, в воде. Эту местность волонтеры не разосматривали в предыдущие дни поисков. На месте обнаружения тел детей до полудня работали эксперты-криминалисты. Информация самая скупая. Строится предположение от несчастного случая до криминального характера произошедшего. Мы связались по телефону с сотрудником одного из ведомств, находящихся в момент обнаружения тел детей на месте, но пожелавшего остаться неизвестным и попросили высказать свое мнение произошедшего. Если бы воду унесло, во-первых, эта вода отсюда вытекает, речушка, снабжение прудов, канальчик маленький, ну, по колено воды, и утонуть они там не могли никак. По моему опыту, сколько мы искали, в воде не было такого, чтобы в одном месте два трупа лежало. В воде я имею в виду, правда, близко не дали подойти, сейчас следственные действия идут. По словам задействованных в обследовании места обнаружения тел детей сотрудников, есть множество нюансов, которые необходимо проверить и перепроверить, прежде чем сделать какие-либо выводы. Тела детей забрали на экспертизу. Местность тщательно изучается. Не упускается ни одна мелочь, способная пролить свет на тайну разыгравшейся здесь трагедии, вплоть до подозрительно примятой травы. И вот официальный комментарий представителя следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии. Произведен предварительный осмотр. В настоящее время сейчас назначена судебная медицинская экспертиза, которая уже даст заключение о причине гибели детей. А на первый взгляд осмотр что сказал? Было ли к ним применено какое-то насилие? Первичный осмотр места происшествия, каких-либо следов совершенного преступления пока не обнаружено. Ведется следствие, дальше будут результаты. Какое количество версий сейчас может существовать? Отрабатываются все версии возможные, начиная от несчастного случая, заканчивая любыми возможными совершенными обстоятельствами. Эта трагедия не оставила равнодушным никого, даже самых видевших, казалось бы, все полицейских исследователей. Для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным в республику направлены следователи-криминалисты главного управления криминалистики Центрального аппарата, имеющие соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий. Ход дальнейшего расследования уголовного дела по поручению главы ведомства поставлен на контроль в Центральном аппарате Следственного комитета России. Вести также будут следить за ходом расследования обстоятельств гибели детей Ксюши и Павлика Пряткиных.